Всем привет, с вами Андрей Скрыпник. Примерно 4 года назад я загрузил свой первый видеоролик на этом канале. За это время мои сюжеты набирали миллион просмотров, есть даже ролик больше 5 миллионов просмотров. И все видеоролики на этом канале, ну почти все, 95% если быть точнее, я снимаю самостоятельно и монтирую все ролики также самостоятельно. Два месяца назад я получил премию Эко-блогер года, и вот в связи со всем, что я только что сказал, я думаю, у меня есть все шансы, чтобы максимально качественно ответить на вопрос, на что снимать в 2023 году свой видеоблог. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Ну что, ребята, вот все мое богатство, и скажу сразу, практически вся техника, вот кроме этой малышки, все, что здесь на этом столе, куплено за мои кровные деньги. И при этом я перебрал много разных основных камер, был и Lumix GX85, и Canon M50, и Sony RX100 Mark IV, пока я не пришел к тому, что вы сейчас видите. Я сразу скажу, все, что есть на этом столе сейчас, это идеальный вообще набор для того, чтобы начать снимать свои видеоролики на YouTube-канал. Но начнем с мелочевки, да, штатив. Самый простой штатив, который я купил 4 года назад на Ситилинке за 1000 рублей, верой и правдой служит мне до сих пор, немножко поскрипывает. Но для того, чтобы поставить камеру и снять себя, отлично справляется со своей функцией. В какой-то момент я понял, что мне нужен будет свет, профессиональный, качественный свет. Тогда я купил самую простую световую стойку, которую только можно найти. Она стоила даже дешевле, чем 1000 рублей, и до сих пор мне также верой и правдой служит для того, чтобы я смог установить свет у себя в комнате, поставить какое-нибудь освещение и красиво вещать. Кстати, по поводу освещения. У меня есть настольная лампа, она кольцевая, куплена, кстати, не так давно. Выполняет свою функцию на отлично, и более того, она работает еще и от пауэрбанка, вы представляете, такая автономная. Выглядит, конечно, она сейчас в этом лесу очень странно, потому что она такая какая-то офисная вариант, здесь даже есть зажим для телефона. Но, тем не менее, функцию она свою выполняет, дополнительный свет и все свои видеоролики шортс я снимаю, используя этот видеосвет. Есть еще один свет, это тоже самый простой светильник, 300-й. Все названия своего оборудования я укажу в описании к этому видеоролику. Я его устанавливаю сюда, и он позволяет хорошо освещать картинку. Я нигде не учился на видеосъемку, все, знаете, за 4 года было пройдено на каком-то таком своем опыте, как лучше сделать. Я снимаю, потом смотрю, пытаюсь улучшать, покупаю какое-то необходимое оборудование, меня, если оно меня не устраивает. В общем, 4 года настоящего опыта и бесконечного поиска. Поэтому, можно сказать, делюсь действительно своим богатством, такой выжимкой. Перейдем к тому, что оказывается важнее всего на ютубе. Это даже не картинка, следовательно, даже не свет, а звук. Сейчас звук я пишу на свой диктофон Zoom H1N. Выглядит он вот так. По-моему, самый универсальный вообще диктофон, который можно представить. Если у вас нет студийного микрофона, вы можете просто писать на него звук дома. Если вам нужна какая-то радиосистема, вы просто вешаете микрофон. В данном случае у меня микрофон прицеплен марки Boya. Свой первый видеоролик на канале я загрузил, снимая на экшн-камеру Sony AS300. И, на мой взгляд, Sony сами себя удивили. Они создали экшн-камеру, которую даже реже использовали для каких-то активных видов спорта, чем блогеры. Потому что их камера оказалась максимально универсальной. Она отлично стабилизирует картинку. Она хорошо снимает в темноте. У нее просто офигенный звук. И все это в камере AS300. Сейчас у меня в руках Sony X3000. Это та же самая история, та же самая начинка. Единственная камера может писать в разрешении 4К. Здесь хороший звук, да, как я сказал. Однако микрофон очень чувствительный. И для примера я сейчас просто вам включу камеру и попробую немного подуть в микрофон. Вы можете заметить, какие идут помехи. Если вы эту камеру используете просто, чтобы снимать блок, и подул легкий ветер, все, брак по звуку вам обеспечен. В этой камере нет экрана. И если не подключать смартфон, что займет определенное время, потому что приложение очень косячное, то вы не сможете посмотреть, что вы отсняли, пока не дойдете до своего ноутбука. Это большой минус. Однако, вместе вот с таким гаджетом, кстати, какие-то кудесники из Перми, если я не ошибаюсь, печатают на 3D принтере с ветрозащитой. В итоге, благодаря такой модификации, камера получается, на мой взгляд, максимально удобной. Компактной камерой с хорошей стабилизацией, которая способна снимать в 4К картинку и с шикарным звуком на уровне профессиональной петлички. Тест камеры прямо сейчас Sony X3000. Всем привет! Меня зовут Андрей Скрыбник. Это новое видео на моем канале, которое я снимаю на камеру Sony X3000 в разрешении 4К. Звук пишется напрямую с камеры. Картинку вы видите своими глазами. Максимально широкий угол и хорошая стабилизация, даже если ты побежал. Камеру Sony X3000 я прикрутил на штатив. И вот со штативом отдельная история. Я долго искал максимально удобный штатив. Многие блогеры рекомендуют Gorilla Pot, такой шарообразный штатив. Я его приобрел за серьезные деньги, около 5000 рублей, и он у меня просто рассыпался на руках. Максимально неудобный, громоздкий. И потом мне кто-то посоветовал от итальянского бренда Manfrotto такой трипод. Я подумал, что он будет мне неудобный, потому что тут всего три ноги. Они никак дополнительно не меняют свою форму. Однако, на мой взгляд, это самое удобное устройство, которое есть на этом столе, за исключением моей основной камеры. Потому что сделано качественно, монолитно. Здесь есть шарообразная платформа, которая позволяет камеру наклонять в любой угол. Стандартная резьба, которая подходит к абсолютно любой технике. Вы наклонили, пошли. Если вам нужно поставить камеру на стол, вы установили перед собой. Очень простая кнопка, и камера наклонилась, и вы пошли дальше гулять. В общем, этот штатив рекомендую всем тем, кто снимает видео в 2023 году. Стоил он на момент покупки около 3-4 тысяч рублей. Сейчас сложно представить, сколько. Теперь малышка, которая мне, к сожалению, не принадлежит. Эта камера куплена компанией GRASS, чтобы мы снимали какие-то крутые сюжеты. Стоит она, кстати, недорого, около 20-30 тысяч рублей, в зависимости от курса, который очень нестабильный сейчас. Но в ней, в этой камере, уже зашита трехосевая электронная стабилизация. Благодаря чему такая компактная камера дает очень стабилизированную картинку. Просто вот за секунду. Хороший угол обзора, и здесь мне еще нравится очень качественный микрофон в этой камере. Но есть большой минус. Камера снимает ужасно в темноте. Сейчас вы можете посмотреть пример видеосъемки, как эта камера работает. Всем привет! С вами Андрей Скрипник, и это мой новый видеоблог. Я снимаю его на камеру DJI Pocket 2. Вы можете услышать, как работает звук, как работает картинка. Сейчас время около 16 часов дня, солнце близится к закату, зима, такой у нас часовой поезд. И кроме этого, вы можете оценить, как идеально работает стабилизация, даже если ты побежал. Эта камера на самом деле очень удобна, чтобы снимать простые репортажи, сюжеты, куда-то приехать на место, на какое-то событие, достать камеру из своего кармана, из защитного крепкого кейса, быстро ее включить, наговорить текст, показать своим зрителям, что происходит. При этом картинка выйдет очень плавной, с хорошим звуком, чем не идеальное устройство. Камера DJI Pocket 2 подойдет тем, кто любит мобильность. Просто положил в защитный кейс это устройство, взял с собой на какое-то событие, желательно, чтобы это было на улице, с хорошим освещением. Ну, такая маленькая. Положил в карман, пришел, очень быстро достал, включил, снял сюжет, максимально плавно, с хорошим звуком, выключил, все. По-моему, идеально. Если вы выбираете камеру для таких лайв, живых съемок на улице, пожалуйста, можете брать. Есть, кстати, комплектация Combo, куда входит там еще и радиомикрофон, и куча других устройств. Это самая простая комплектация, меня она устраивает на раз-два. Прогресс не стоит на месте, сейчас телефоны снимают не хуже камеры. Я на днях смотрел короткометражку, которая была снята на iPhone 14 Pro Max, и просто обалдел от картинки. Но я, ребята, я не такой мажор, видимо, потому что у меня до сих пор iPhone 11, но тем не менее, я регулярно подснимаю на него какие-то кадры. Я не хотел бы, как бы круто снимал iPhone, не хотел бы снимать все на iPhone, потому что все-таки телефон для меня это рабочие моменты. Это какие-то личные дела, фотографии семьи и так далее. А камера, это камера, которая должна снимать видео. Поэтому я, ну, стараюсь только какие-то редкие моменты, когда нет с собой камеры, но нужно срочно подснять. Я достаю iPhone и снимаю несколько кадров, которые потом добавляю в видеоролики во время монтажа. Но тем не менее, сейчас вы можете посмотреть, да, на что способен даже 11 iPhone, чтобы, не знаю, снять видео. Кстати, самое популярное видео на моем канале, вот больше 5 миллионов просмотров, снято на простой iPhone. И это такое самое большое разочарование. Многие думают, чтобы набрать много просмотров, много подписчиков, нужна какая-то дорогая камера, техника, не знаю, куча людей, операторы, режиссеры. Мой опыт подсказывает, что это все необязательно. Если у вас есть вот какой-то телефон выше там 10 iPhone, который, в принципе, уже отлично снимает, то вы можете использовать его и сделать первые кадры, и дальше уже поймете, пойдет это дело или нет. Мне вот большой инсайт было, что все ролики, снятые на профессиональную камеру или с оператором, они набирали заметно меньше просмотров, чем вот живые. Надеюсь, это видео исключение. Кстати, в этом видео мне помогает снимать Сергей на камеру Lumix GH5. Вы можете посмотреть сами картинку, как она снимает. Может быть, вам понравится, вы захотите такую. А пока вот опять же, да, тот самый трипод Manfrotto вновь меня выручает, плюс простой держатель айфона, и у нас получается самое простое блогерское устройство. Сергей, я тебя тоже сейчас сниму, раз ты меня снимаешь. Давайте посмотрим, как это устройство может снимать видеоблог. Всем привет, меня зовут Андрей Скрипник. Это новый видеоблог, который я снимаю на свой телефон iPhone 11. На широкоугольную камеру вы можете посмотреть, как работает звук, как стабилизируется картинка. Сейчас не так светло, а я знаю, широкоугольный объектив на этом телефоне нехорошо снимает в темное время суток, но вы можете сами оценить. А сейчас вы можете посмотреть, как снимает стандартная камера iPhone 11, насколько это подходит для ваших задач в 2023 году. Мне кажется, чтобы начать снимать видеоблог, вполне. С iPhone мы разобрались, и теперь основная камера и последняя часть этого видео. Этой камерой я невероятно горжусь, что она у меня есть. Sony просто красавчики, они выпустили камеру для видеоблогеров. По сути, все, да, вопрос решен, какую камеру брать. Это Sony ZV-E10. Да, вот такое непростое название, с неймингом у ребят явно проблемы. Я сразу купил стальной корпус для нее, чтобы она была чуть-чуть массивнее и чувствовалась в руке лучше. Но при этом подольше у меня сохранилось, учитывая мои активные съемки. Я вновь прикручиваю штатив, да, Manfrotto, и он вновь, смотрите, какой универсальный. Три секунды, и камера готова. Здесь наверху микрофон Rode, VideoMicro, австралийский бренд. И на мой взгляд, это вообще лучший микрофон для блогеров. Здесь не нужны батарейки, при этом пишет звук он идеально. Картинка у этой камеры мне просто поражает каждый раз, когда я пытаюсь снять. Просто идеальное решение, шикарнейший автофокус. И если вы начинаете снимать, то вы можете смело потратить, сколько эта камера стоит, 1060-1070 сейчас, потратить эти деньги, чтобы приобрести себе камеру. Здесь нет стабилизации, такой хорошей, как на предыдущих устройствах. Но давайте я вам покажу несколько хитростей с этой камеры. Сейчас я включил обычную стабилизацию SteadyShot в камере Sony. Будем писать звук в этот микрофон. Картинку вы сможете оценить также сами. Поехали! Всем привет! Меня зовут Андрей Скрипник. Это новый видеоблог, который я пишу на камеру Sony ZV-E10. Стабилизация SteadyShot. Звук через микрофон Rode VideoMicro. Вы можете чувствовать, насколько качественно пишет звук, насколько быстро фокусируется камера, и какая классная картинка пишется здесь, в этом красивом зимнем лесу. И вновь Sony ZV-E10. Вновь я пишу звук на ту же самую камеру, в тот же самый микрофон. Но что изменилось? Картинка гораздо плавнее. На самом деле в этой камере есть очень крутая функция, когда ты отключаешь всякую стабилизацию. Но при этом вы можете скачать дополнительную программу Catalyst, и там уже в этой программе нажать кнопку стабилизировать, и вы получите максимально плавную картинку. Да, она чуть-чуть уменьшает кадр, но вы просто берите руку чуть подальше, да, изначально, чтобы не было этой проблемы. И вы можете вот сейчас посмотреть, какая качественная картинка получается с этой маленькой, очень недорогой и очень универсальной камерой. Кстати, все свои ролики Shorts на этом канале я записываю с помощью своей основной камеры и освещения, о котором я рассказал в начале этого видеоролика. А теперь время подводить итоги. Подбирая камеру себе для съемки своего видеоблога, как бы это банально не звучало, но ориентируйтесь на то, какие вы задачи хотите решать с помощью этой камеры. Если вы очень мобильный человек, и хотите много снимать на улице, каких-то живых кадров, и вам нужно, чтобы камера, там, не знаю, гуляла в рюкзаке, там, постоянно находилась, хорошо держала заряд, хорошую картинку и звук давала, берите Osmo Pocket 2. Это такое универсальное устройство, которое вас всегда выручит. Если вы более такой экстремальный человек, готовый, там, не знаю, плавать под водой, не знаю, снимать разный контент, можно взять Sony X3000, есть подводный кейс, есть без подводного кейса обычная камера для блогеров, которая задачи ваши закроет на раз-два. Стоят они примерно одинаково сейчас, да, в одном ценовом сегменте. Но если вы нацелены на видеоблог серьезный, хотите покорить Олимп Ютуба, то я советую присмотреться к этой камере, да, которая вышла всего в 2022 году, или в конце даже 21-го. То есть она еще считается относительно свежей, она недорогая и выдает просто фантастически крутую картинку с поворотным экраном. То есть вы можете сразу себя видеть, а когда включаете запись, вы видите, как горит красный огонечек, вы можете сразу следить, что запись пошла. Рамка дисплея также подсвечивается красным светом. То есть здесь все сделано для того, чтобы снимать самого себя. При этом, включая функцию стабилизации картинки на отдельной программе, о которой я рассказал, можно получать очень качественную картинку, стабилизированную вдобавок. Поэтому берете микрофон, берете эту камеру, и ваш видеоблог просто обречен на успех и комментарии в духе, о боже мой, какая качественная картинка. На этом все. Пишите свои комментарии под видео, с удовольствием буду отвечать на них. Поставьте лайк этому видеоролику, порекомендуйте его друзьям, которые только начинают развивать свой видеоблог. Подписывайтесь на канал. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова